добрый день дорогие друзья сегодня у нас сегодня у нас обзор портфеля мы этого обзора не делали по моему с пятницы причем в пятницу я делал весьма такой весьма поверхностный обзор портфеля поэтому сегодня мы постараемся на всех портфелях остановиться более подробно и как обычно мы начинаем с вами с value портфеля value как бы акциям уже неоднократно говорил показывают не очень хорошую динамику поэтому этот портфель разве что движется ну скажем стоит на месте благодаря тому что я на какие-то акции продавал опционы благодаря тому что вот ну скажем так какие-то акции давали неплохое движение но опять же из виннеров в своем портфеле хочу лишь отметить компанию девей которая поднялась у нас с момента моей покупки я покупал по 74 79 вот она на 5 долларов поднялась на 5 долларов или в 74 на 5 это где-то на 7 процентов на 6 с половиной процентов она поднялась также хочу отметить компанию тела рвай которая тоже неплохо в принципе поднялась я надеюсь будет подниматься еще выше то есть вы также знаете что я из каких-то акций в своем портфеле выходил то есть я закрывал акции по мере их снижения выше 8 процентов то есть я обычно не допускаю падения более 8 процентов поэтому я закрывал позиции в таких акциях как h i b b s b h и s a h также закрывал позиции а в медвежьих и тефах таких как sqq и таких как vx x и tzi и но сегодня вот я хочу в свой вот этот вэлли портфель добавить две акции одна из них будет компания ай эй эй которую вот в принципе которая мне нравится то есть она пробьет 50 долларов она будет идти наверх 50 долларов напоминают и и абсолютный хай и также хочу добавить в этот портфель компанию intel в силу того что полупроводниковый сектор по-прежнему имеет определенную силу и сегодня на открытии вот я буду вот эти две акции брать ай эй эй и а м тиси также меня в портфеле остается sqq один медвежий и теф остается поскольку я все равно как бы хочу по мере но держать какой-то ну хэч какой-то пускай самый минимальный должен быть поэтому вот а так в принципе мой портфель из того и состоит напоминаю помимо этих акций в моем портфеле по-прежнему находится компания бил диар это у нас строительная компания которая должна быть бенефициаром того что снова начинают подниматься акции домостроительных компаний в принципе я в ней зарабатываю где-то порядка двух долларов а также я продолжаю оставаться холдером в компании dks это магазин спортивной одежды немножко она подняла опустилась вчера значит а помимо этого я уже говорил про компанию tl ry и вот добавил еще две компании поэтому портфель такой достаточно спокойный то есть ну где-то в ноль этот портфель в маленьком плюсе там где-то порядка 6 процентов плюс на данный момент он не дает что касается портфеля gross состоящего из компаний растущих компаний которые одну как бы уже говорят этот портфель был гораздо более рискованный гораздо более агрессивный напоминаю что я в этом портфеле закрыл акции в компании акции компании by andy которая у нас уже поднялась поднималась до 135 я в ней как раз вот на этом уровне и выходил но я где-то 129 87 из нее выходил то есть она в принципе туда и вернулась то есть я ничуть не сожалею что из этой акции вышел я зафиксировал свою прибыль и также вышел из акции zilab закрыл вот эту позицию принципе акция после этого шла наверх но вот сегодня компания делает secondary offer делает а ну как бы размещает какие-то долговые обязательства но соответственно делает паблик offer и поэтому акции компании будут падать поэтому у меня будет возможность купить акцию где-то там 48 долларов поэтому я ее буду докупать вот на том уровне помимо этого вместо компании которые я продал в своем портфеле я туда в пятницу добавил компанию шаг это сеть ресторанов компания расширяется goldman sachs имел позитивные комментарии я туда заходил по 70 долларов 49 центов и соответственно чуть позже к этому вернусь а я на некоторые акции продал опционы поскольку продажи опционов это лишь дополнительный доход который мы можем зарабатывать имея достаточно такой продуктивный портфель акций мы можем также зарабатывать порядка там тысячи долларов продавая на них опционы значит и добавил компанию uber причем uber я добавлял по весьма хорошей цене не добавляла открывал позицию скажем так в uber то есть в uber я заходил по 34 97 то есть фактически я уже внутри доллара в этой акции зарабатываю значит а на сегодняшний день вот это мой портфель который также включает такие компании как lk как с q как yeti полком полком microsoft cnn и и gnrc значит я продал в своем портфеле следующие опционы я продал опционы на акцию lk я на нее продал 14 февраля экспирация 14 февраля я на нее продал 50 колы вчера по 375 то есть это 375 долларов я просто получаю прибыли от продажи этого опционы то есть я лимитирую свой апсайт потенциал до 50 долларов но за это я получаю 375 это равнозначно тому что я согласен продать акцию по 53 доллара и 75 центов то есть результат будет такой же если акция до туда дойдет то есть примерно будет то же самое значит помимо этого я продал продал на компанию шек которую я упомянул я на нее продал а 75 колы а 75 колы которые подразумевают потенциал роста до 75 долларов продал их по доллар 40 то есть тоже до 14 февраля получаю прибыль в 140 долларов а значит так же я продал опционы на компанию qualcomm который остается в моем портфеле на qualcomm я продал 95 извиняюсь qualcomm а извиняюсь я продал сотые колы сотый кол я продал по доллар 30 то есть если акция дойдет до 100 я еще получу 130 долларов дополнительной прибыли все до 14 февраля это меньше чем месяц и также я продал на компанию динерси динерси я на нее продал 100 а извиняюсь динерси я на нее продал 100 5 колы 105 колы на нее продал по 250 значит 250 и смотрите тем самым если все вот эти полы но они отработают и деньги уже мои то есть если акции сильно не опустятся будут стоять в этом раньше то помимо всего прочего я заработаю 375 и 150 это будет 525 и 130 655 655 на microsoft продал 170 колы 260 это где-то 800 с копейками на динерси 250 больше 1000 долларов я заработаю в месяц лишь от продажи вот этих колов поэтому наличие хорошего агрессивного портфеля дает вам возможность продажи кавер коллс который с одной стороны несколько ограничивают ваш апсайт потенциал и но все равно даже если вы как бы получились вас останавливают на той цене по которой продаете колл то вы все равно в конечном итоге зарабатываете деньги зарабатывать деньги это всегда лучше чем им терять или держать деньги под подушкой поэтому гросс портфель по-прежнему работает и где-то дает сейчас более 22 процентов лишь за полторы недели значит и в заключение я хочу сказать вам о своем портфеле дивидендном или так называемым инком портфеле значит я туда это портфель акций которые платят мне по месячной дивиденды значит это такие компании как мы можем посмотреть вот просто вот насколько вот она вчера на 13 центов упала я эту акцию покупал по 1570 в принципе она находится во флете и как бы уже вот я на ней получу в скором времени месячные дивиденды и соответственно я хочу вот к этому дивидендному портфелю поскольку там не так много акций я хочу добавить две компании одна из них это CGBD это CGBD это компании которые платят не по месячной но все равно как бы компании дивидендные я хочу добавить CGBD которая платит 10,62 процента вот я ее сделаю себе пометку что я эту акцию сегодня покупаю маркетом CGBD и вторая компания TCPC вот эти две компании добавляю к своему дивидендному портфелю поскольку они тоже платят неплохие дивиденды и соответственно вот я хочу их тоже добавить CPC 10,21 процент вчера были в небольшом минусе поэтому я хочу добавить их к своему дивидендному портфелю это в принципе все что я хотел вам по портфелям сегодня показать если какие-то будут вопросы комментарии пожалуйста пишите в ютубе буду рад ответить на ваши вопросы всем хорошего дня до встречи в пятницу и до свидания